Привет! Вы смотрите видео-версию сайта Тарантас Ньюс и сейчас расскажу вам о новом Рено Меган. Французская компания сообщила об обновлении всей линейки Рено Меган. От базовой модели до заряженной версии РС Трофи. Во внешнем виде автомобили изменения носят больше косметический характер. Теперь вся светотехника модели будет светодиодной. Это касается как головной оптики, так и противотуманок с задними фонарями. Также была модернизирована решетка радиатора и передний бампер. Из других обновлений Рено Меган стоит отметить иные наборы 16- и 18-дюймовых колесных легкосплавных дисков, а также новые цвета для кузова Highland Grey, Baltic Grey и SolarCopter. В салоне авто появится цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, дополненная сенсорным дисплеем мультимедиа консоли диагональю 9,3 дюйма. Кроме того, разработчики предложат клиентам модернизированную центральную консоль и иное оформление климатической системы. В арсенале обновленного Рено Меган появится гибридная версия PHEV, которая будет базироваться на бензиновом моторе рабочим объемом 1,6 литра, двух электродвигателях и аккумуляторе на 9,8 кВт-час. На одной электрической тяге автомобиль сможет проехать до 50 км. Также будут представлены и традиционные модификации с двигателем внутреннего сгорания. Речь идет о бензиновом двигателе TCE объемом 1,3 литра, который может выдавать 115, 140 и 160 лошадиных сил. Дизельная версия также будет находиться в линейке Меган. Это полуторалитровый агрегат Blue DCI мощностью 95 либо 115 лошадиных сил. Наряду с обычными версиями Рено Меган был представлен и обновленный заряженный вариант RS Trophy. Он получил те же изменения дизайна внутри и снаружи, что и более доступные модификации. И плюс к этому его оснастили сиденья Мерикара, эксклюзивными для этой версии, и механическим клапаном для выхлопной системы, чтобы можно было вручную изменять звук выхлопа. Под капотом RS Trophy будет находиться 296-сильный мотор с максимальным крутящим моментом 420 ньютон-метров. Автомобили из обновленного семейства появятся в Европе летом 2020 года. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok